В арктической зоне Российской Федерации продолжается экологический проект по тестовому учету белых медведей и морских млекопитающих. Общая протяженность маршрута более 10 тысяч километров, и это не предел. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с научной экспедицией. Белокрылый корабль отправляется каждый день в небесную гавань, преследуя высокую цель – оценить экологическую ситуацию. Научная экспедиция собирает подробную информацию о соседствующих с белыми медведями, морских млекопитающих и их взаимодействии. Необходимо также провести их полный учет в акваториях и прибрежных зонах морей Российской Арктики. Помогать ученым будут опытные пилоты и представитель российской малой авиации самолет-амфибия Ла-8. Пока это пилотный проект. Далее он покажет эффективность таких работ, уверены сотрудники. Мы очень надеемся и хотим показать этой экспедиции, что это не разовое мероприятие, что это будет, например, первая ежегодная экспедиция, которая сейчас проходит. Мы хотим показать эффективность применения именно этого класса воздушных судов для исследований. Мы также нашей работой хотим показать эффективность развития малой авиации, как по России, особенно в условиях Крайнего Севера, чтобы не только дорогостоящими вертолетами или же другими способами передвижения можно исследовать достаточно обширные территории Российской Арктики. Труднодоступная самая главная штука. Воздушная лаборатория оснащена всем необходимым. Работают два наблюдателя с левого и с правого борта через специальные блистеры. Это такие выпуклые эллиминаторы, которые позволяют увеличить обзор. Наблюдатели отслеживают движущиеся объекты, фиксируют их с помощью фотоаппарата и специальной программы. Клинометром измеряют угол и вычисляют координаты. Третий специалист заносит информацию в компьютер. Белый медведь – самый крупный наземний хищник планеты. Он обитает в арктических ледяных просторах. Однако с каждым годом ему все труднее выживать на привычной территории обитания из-за множества факторов. Чтобы помочь сохранить жизнь хозяину Арктики, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Росприроднадзор, Международный экологический фонд «Чистые моря» и автономная некоммерческая организация «Центр арктической инициативы» подписали трехсторонние соглашения о проведении тестовых авиаучетов в арктической зоне Российской Федерации. Преимущественно это учет морских млекопитающих. К ним относятся, в первую очередь, белухи, которые в этих районах уже исследовались. Но для большей полноты картины необходим полноценный мониторинг. То есть мониторинг – это значит, что нужно проводить исследования регулярно. Также интересно распределение тюленей, как кормовая база белых медведей. Ну и, соответственно, самих белых медведей, которые являются верхним звеном трофической цепи и представляют наибольший интерес и в ряде случаев выступают как индикатор изменения климата и влияния изменения климата на арктическую экосистему. По окончании всех авиаучетов полученные данные будут тщательно обрабатываться и анализироваться. Итоги, с научной точки зрения, подводить рано, так как экспедиция еще не завершена. Предварительно мы можем только сказать о том, чем у нас заканчивался каждый маршрут. И в целом результаты экспедиции показывают высокую эффективность работы вот этой летающей амфибии, ЛА-8, даже можно ее назвать лабораторией, потому что это не просто самолет, это действительно лаборатория. Необходимость исследований очень проста – изучить экологические проблемы и постараться их избежать. Задача науки – это именно отследить, поймать, чтобы это были своевременные оценки изменений и дать рекомендации, к чему это может привести. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, телеканал «Север», поселок Амдорма.